Сегодня утром в Кировске на участке дороги между горбольницей и СС образовалась пробка. Виной тому стал большой груз, застрявший на проезжей части. Фура перекрыла движение автомобилем. На остановке горбольница в ряд выстроились пассажирские автобусы. Маршрутки и легковые автомобили объезжали по серпантину. К 10 утра движение было восстановлено. 13 марта из-за сильной метели была закрыта часть федеральной автодороги Кола. Многие попали в снежную ловушку уже в пути. Образовалась длинная многочасовая пробка. Мы встретились с очевидцем, апотечанином, который возвращался домой из Мурманска. Юрий выехал из Мурманска в 16.00. Маршрутка по дороге останавливалась несколько раз. Бушевала метель, на трассе скапливался снег. Двигаться дальше было опасно. За 200 метров до Мончегорска образовалась пробка из трех колонн. ГИБДД перекрыло трассу. Мы прибыли туда в начале 8-го часа, где-то 19.10. И началось у нас великое стояние. Маршрутка, кстати, у нас была полная, 20 человек. Все места были заняты. Было много женщин. Были с областной больницы люди. Водитель нам сказал, что у него заканчивается уже топливо. И, в общем, мы коллективно приняли решение поехать в Мончегорск на заправку. И вот в пол первого, значит, ему позвонили водителю и сказали, что трасса открывается и начинается движение. Была встречная полоса свободна, то есть можно было спокойно развернуться и отправиться в саду Мурманска. Так, в принципе, транспорт ожидал порядки общей очереди. Но, впоследствии, открыли направление Невдяева, там прошел грейдер. И тоже часть автомобилей успели туда уехать. Для предотвращения опасности снежных заносов и оказания помощи автомобилистам было решено развернуть на данном участке, в районе поворотного Мишукова, подвижный пункт обогрева и питание. В 2 часа ночи 15 марта маршрутка приехала в Апатиты. Время в пути – 10 часов. Полностью движение трасс открыли только в субботу в 7 утра.